Отъезд по каким бы то ни было причинам, это, конечно, минус много пунктов в твоем социальном капитале. Слово тех, кто находится в безопасном месте, стоит много дешевле. Это вообще позорище, что мы вот сейчас вынуждены размышлять, непредатели Родины, если я уехал на стажировку. Помогает все-таки держаться, так сказать, полярной звезды, помнить, какая нормальная должна быть жизнь. Невозможность преподавать в России, невозможность публично выступать в России. Это ведь запрет на профессию почти абсолютный. Тоталитарные системы никого стараются не выпускать, им нужны люди, они их перерабатывают. И нам в какой-то момент сдуру показалось, что вот эти вот лихие ребята выполнят эффективнее наши задачи, ужасно важные. Это абсолютно суицидальные вещи. Хрупкое такое государство, косточка у него тоненькая, кожица у него нежная. Только тронь, оно и поломается. То, что можно, так сказать, сохранить, припрятать, храните, пригодится. Всем привет, это Forbes Talk. Сегодня мы вещаем из Берлина, из Академии Роберта Боша. Я, Елена Тафанюк, со мной, как обычно, мой коллега Антон Жилнов. Антон, привет. Да, всем привет. Лена, привет. И привет, зрители. И очень рады видеть в Берлине нашего сегодняшнего героя, долгожданную Екатерину Шульман, политолога. Катя, добрый день. Здравствуйте. Правда, очень рады здесь, в Берлине, встретиться с вами. Рады, что вы до сюда добрались. Не так легко добраться из Москвы, докуда бы то ни было. Да, это уже стало тоже отдельным событием, командировка. Катя, вот вы в 21-м году, я пересмотрел интервью Кати Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», говорили, я сам об этом тоже часто думаю, когда думаешь о публичных людях, что смысл присутствовать, а не отсутствовать. И какой у вас сейчас принцип присутствия, для вашей же аудитории, учитывая те жизненные обстоятельства, которые у вас, скажем, прямо сильно поменялись с апреля месяца, когда вы стали стимпедиантом фонда Боша и уехали в Берлин? Ну, смотрите, то, что отъезд по каким бы то ни было причинам, это, конечно, минус много пунктов в твоем социальном капитале, это абсолютно точно. Я об этом много говорила, будучи в России, и все оказалось правдой. Вот как говорили, так оно и есть. А действительно, слово тех, кто находится в безопасном месте, стоит много дешевле, чем слово тех, кто за него чем-то рискует. Почему? Ну и вообще, почему? Потому что я не очень люблю Талиба Насима, я Пинкера люблю в этой знаменитой паре. Я на стороне Пинкера, как известно, но вот этот вот его последний принцип, точнее принцип, выраженный в его последней книге «Skin in the game», «Шкура на кону», в этом много справедливого. Это неприятно, но в этом есть резон. То есть, чем ты рискуешь, высказывая мнение, чем ты рискуешь, принимая решения, даже дело не в риске. Дело не в том, что обязательно надо подвергаться опасности и высказывать мнение, стоя, значит, на одной ноге на тоненькой доске над пропастью. Дело в том, какую ответственность ты несешь за свои слова. То есть, вот ты сказал и чего, и что из этого следует для тебя. Да. А мы, люди, высказывающиеся, высказывавшиеся публично в России, в общем, более-менее понимали, чем мы рисковали. Когда эти риски материализуются, ты за это платишь соответствующим образом. Но когда ты оказываешься в том месте, где вроде как за твое высказывание тебе ничего особенного не прилетит, может прилететь, вся эта безопасность довольно условна. Ну и кроме того, не хочется рисковать их, так сказать, долгосрочной отрезанностью от Родины. Но, тем не менее, понятно, что риски вовне совершенно несравнимы с рисками внутри. А то, тем самым, конечно, любой человек, который тебя слушает, подсознательно делает эту скидку, да, хорошо тебе рассуждать, да, думает он. Или даже не думает, но я думаю. Неважно, значит, и все остальные могут думать об этом тоже. Так что это все правда, все эти минусы очевидные. Я бы сказала, что со временем, мне еще рано говорить со временем, я еще не очень долго тут нахожусь и, опять же, надеюсь, не так долго и находиться в целом. Но со временем мне кажется, что вот эта острота ощущения того, что ты вот все, значит, уехал, расстался, все разорвано пополам и никогда уже не вернется, немножко утихает в том смысле, что все-таки, слава богу, в еще информационной эпохе, в которой мы обитаем, можно поддерживать какую-то связанность, какой-то, так сказать, какой-то connection, сохранять. Кроме того, должна сказать, что ситуация так быстро меняется, что по моим наблюдениям, вот в течение весны и лета, вот, пожалуй, до конца лета, а как-то трудно было с, так сказать, контактами внутри страны, все были такие немножко замороженные в ужасе и шоке. К концу лета, к началу осени немножко ожили, охотнее стали общаться, должна заметить, может быть, у других людей. То есть фидбэк оттуда какой-то стали получать, да? Да, стали оживать те, так сказать, контакты, которые до этого, спали, про которых даже, может, мы обе стороны и позабыли, а тут вдруг как-то люди напоминают о себе или о них, вспоминаешь. В общем, поживее стало, немножко поживее. Я знаю этот общий, так сказать, плач по поводу того, что не находясь физически, где-то ты теряешь связь, ты перестаешь понимать, что происходит, ты судишь на основании каких-то выборочных, отрывочных сведений, отдельных только источников, попадаешь совсем в эту эхо-комнату. Такой риск есть, но он есть и внутри страны, для этого можно никуда не уезжать, для того, чтобы замкнуться в своем информационном пузыре, в нем проживать с большим комфортом. Я про это говорила довольно много, пока была еще в России. Лишу себе мыслью, что все-таки некоторые навыки научно-аналитической и исследовательской работы помогают и выбирать источники, и оценивать их, и анализировать получаемую информацию. То есть все же мне не кажется, что вот именно это такой приговор. То, что твое слово будет иметь меньше веса, это, к сожалению, правда. То, что ты через некоторое время перестанешь, что бы то ни было понимать, я не думаю, что это так. А вы адресуетесь сейчас кому? Вы адресуетесь к тем, кто остался или к тем, кто уехал? Потому что кажется, что разделилось немножко общество на две части, и, может быть, есть смысл адресоваться к тем, кто уехал. Находясь в Берлине, ты видишь, сколько русской речи здесь. О, да. Вообще такое ощущение, что все встали и уехали. Не в один автобус нельзя зайти без того, чтобы там не говорили по-русски. Это очень согревает душу. Ну, смотрите, как, собственно, человек, высказывающийся публично, я обращаюсь ко всем, кто захочет слушать. У меня все же есть моя какая-никакая, но, так сказать, научная субличность, которая исследует свой предмет. Собственно, все мои разговоры на публике, в принципе, происходят из моей сферы профессионального интереса. Поэтому я не могу сказать, обращусь-ка я теперь к уехавшим, или к недоехавшим, или к отъехавшим. Я не знаю, кому вообще это все интересно. Для меня это по-прежнему большая загадка, кто уж так сильно интересуется политологией. Но кому интересно, тот, соответственно, пусть и слушает. Кать, вот я хотел процитировать Бродского. Он в интервью, говоря про отъезд, про свой, говорил о том, что, конечно, человек, оказываясь в другой среде, теряет в аудитории, но не количественно, а качественно. Потому что поэт все равно, он общается в общем всегда с ограниченным кругом людей, но в эмиграции их становится еще меньше, но не беда. Это у поэта Бродского Ютуба не было. Он поэтому такой злой был. Вот скажите, по вашему опыту, вы ощущаете некое сужение аудитории у вас сейчас здесь из-за того, что вы здесь? Потому что все равно вот эта психологическая поляризация остался, уехал, там свои пророки, тут свои. Она невидимым образом, но существует, как мне кажется. Или Ютуб действительно такое средство, что преодолевает границы и какая страна, неважно. Вот смотрите, мы все люди, так сказать, говорящие на политические и околополитические темы, разумеется, в 22-м году испытали гигантский прирост аудитории. Не из-за нашей талантливости, а большой из-за того, что люди просто нуждаются хоть в какой-то информации. Поэтому кому война, кому мать родна, вот так вот все пошло вверх. И подписчики, просмотры на всех платформах, все побежало вверх очень сильно. Что изменилось, вот интересно. Смотрите, если говорить о Ютубе, я посмотрела тут на днях свою аналитику по каналу, увидела такую штуку. Ютуб тебе показывает, из каких стран тебя смотрят. Значит, у меня на первом месте, естественно, просмотров из России у меня где-то около 62%. Я посмотрела за год, то есть вот там с октября по октябрь, с октября 21 по октябрь 22, этот процент не изменился. То есть по-прежнему 62% просмотров из России, как было, так и осталось, несмотря на все, что произошло с октября по октябрь. Изменились следующие страны. То есть у меня было как, Россия, Украина, Беларусь и дальше Германия, Казахстан. А теперь это Россия, Казахстан, Германия и, по-моему, США, Израиль, Украина и Беларусь ушли сильно вниз. Вот это изменилось. Что касается публики, которая приходит на, так сказать, живые выступления, вот я некоторое время назад возобновила какие-то свои публичные лекции, то очень много свежеприехавших, очень много свежеприехавших, людей, которые до я была на вашем выступлении в Уфе, в Санкт-Петербурге, где-нибудь еще. Мы приехали тогда-то, приехали тогда-то. Я, конечно, только начав здесь выступать публично, осознала масштаб этого экзодуса, этого великого исхода. Когда это с тобой происходит, кажется, что это только с тобой происходит, ты один такой дурак, как ты неудачную жизнь свою построил, вот теперь тебе дом не живется. А вот остальные люди, наверное, как жили, так и живут, все у них благополучно. А нет. Кажется, нет. Эта мысль совершенно не утешает. А значение имеет для вас, откуда говорить, из Москвы или из Берлина? Неважно, личная встреча, либо как мы сейчас сидим на интервью, ну, мы могли бы и в Москве так же встретиться, но мы при этом в Берлине. Не только же технологии определяем. Ничто не обходится так дорого и не ценится так дешево, как иммигрантский радикализм. Вот это вот специфическая свобода высказывания. А вы знаете, то, что публика называла часто моей какой-то особой осторожностью в формулировках, происходило не от того, что я боялась уголовного преследования, а от того, что мне хочется выражаться максимально точно, не максимально размашисто, а максимально точно. У меня нет публицистического темперамента, и, боюсь, я его не приобрету ни в отъезде, ни в приезде. Поэтому я надеюсь, что, что называется, стилистика моя не изменилась, а общие принципы интеллектуальной честности, научной добросовестности должны оставаться такими же. Но это, что называется, принципы. Как на практике? Ну, вот опять же, надеюсь, что так. Если как-то меня там начнет заносить, надеюсь, мне опять же кто-нибудь об этом скажет. То, что там видится ли большое на расстоянии, или там за деревьями лес не видно, когда ты находишься внутри. Не знаю, не знаю, пока не знаю. А по, вот именно, что называется, богатству источников, по доступности данных, ну, вот я уже пожаловалась на российские госорганы, которые закрываются, закрываются, закрываются. Дума моя родная перестала делать трансляции перед данных заседаний. Это все, конечно, позорище. И не пускает с иностранных IP, нельзя зайти в мой вообще основной рабочий инструмент с ОЗД, в думскую базу электронную. Но есть инструменты, у нас есть такие приборы. Но мы вам о них не расскажем. Вы сами прекрасно знаете, как это делается. Так что все на самом деле доступно. Ну и вот опять же, так сказать, рассказывающие продолжают рассказывать. Слава богу, даже и активнее это делают, чем раньше. По-прежнему, по старой памяти, возможно, еще по какой-то старой памяти моего пребывания в СПЧ, пишут мне добрые люди, с которыми что-то не то случилось. Чем уж я могу им помочь, бог знает. И в СПЧ-то особенно ничем помочь было невозможно, потому что никаких административных рычагов к этим общественным нагрузкам не прилагалось. А сейчас-то тем более. Но направить куда-то, адвокат посоветовать, закон дать, это я могу. Поэтому тоже можно как-то судить приблизительно, что, что называется, что людей волнует. Мне поступают сотни обращений. Я в Государственной Думе этого наслушалась. Обычно сами себе они пишут эти обращения, но тем не менее. Я не буду говорить, что мне поступают сотни обращений, но все же какой-то фидбэк. Ну, то, что вы отвечаете им из Германии, для вас имеет значение или география не важна? Ну, хорошо, но если человек пишет. Вот, прислали повестку, не знаю, что делать, или там пропал, уехал, не отвечает. Или, а вот скажите, могу ли я, или я там не могу. А вот в школе там творится такое, нельзя ли повлиять. Ну, какая ему разница-то, откуда я отвечаю? Конечно, нет, если я им буду отвечать, вы знаете, попробуйте взорвать школу. Это, наверное, хороший способ. Ну, может быть, это будет странно, но такое мне в голову не приходит. Поэтому нет, я думаю, что здесь нет особенной разницы. Скажите, вот есть еще мнение о том, что давать какую-то оценку России, экспертизу по России, ну, то, о чем вы, собственно, тоже говорили уже, находясь не там, ну, не всегда правильно, потому что, ну, как процитирую вас же, за деревьями не видишь леса. Вы согласны с этим утверждением, что когда уезжаешь, судить о том, что там, становится тяжелее? Так тяжелее или неправильно? Или не надо этого делать? И то, и другое. Ну, по поводу второго это легко. Нет, конечно, нет. Исследователь вообще может находиться где угодно и продолжать свое исследование. Это все абсолютно нормально. Не нормально делать из этого экзистенциальный выбор. И то, что мы вынуждены его делать, в общем, признак той аномальной поломанной ситуации, в которой мы находимся. Все на свете члены академического сообщества ездят бесконечно туда-сюда, ездят на стажировки, работают в разных университетах, работают где угодно в мире, возвращаются, уезжают и не привязывают к этому каких-то великих моральных выборов. Это вообще позорище. И беда одновременно, то, что мы вот сейчас вынуждены размышлять непредателям Родины, если я уехал на стажировку. Нет, мы не размышляем непредателям Родины. А я размышляю. И это неправильно. Серьезно? Вы же сами размышляете? Вы размышляете над этим? Ну, слушайте, вот то, о чем вы говорите. А как хорошо ли давать оценку русским делам, находясь вне России? А не есть ли это как-то вот нехорошо? А вот страна в таком тяжелом положении. Вы же сами тоже задаете же этим вопросом. Я задаю всякие вопросы. Как это гласит известная мудрость, ум не знает стыда. Ум не знает стыда. Как вы на них отвечаете? Ну, внутри, когда думаете. В зависимости от времени суток по-разному. И настроение. Да, да, совершенно верно. Но хорошо, вечером. Знаете, что помогает? Помогает все-таки держаться, так сказать, полярной звезды, помнить, какая нормальная должна быть жизнь. Вот еще раз повторю, нормальная жизнь для людей моего типа занятий состоит ровно в этом. Если бы мне эту стипендию предложили в мирное время, то я бы всем бы расхвасталась и вообще гордилась бы самой, сама собой, жутко как. Потому что это престижное, хорошее дело. Это хорошее место, очень удобное. Конечно. Именно вот в центре, так сказать, интеллектуальной Европы. Это позволяет. Я, на самом деле, даже при всей ужасности происходящего, я чувствую, что я получаю хорошее образование. Еще одно следующее. Находясь тут, имея возможность общаться со своими коллегами, очень полезно интеллектуально отойти на пару шагов, смотреть, чем заняты другие люди, как работают другие институции, как работает демократический парламент. Знаете, как любопытно. Я вот хожу туда прямо. Вы парламентаризм занимаетесь. Парламентаризм с законодательским процессом. Да, это моя специализация. Но когда вы сами собой говорите. Вы сказали, все равно, понимая, что это то, что называется русские проклятые вопросы, но они вам в голову влезут, когда вы сами собой говорите, все-таки как вы из этих вопросов проклятых выходите. Вот держа в голове ориентир. Когда только вся эта беда началась, я выступала в одной из школ, и помню, что, так сказать, в порыве вдохновения сказала, что, дорогие дети, помните, как выглядит цивилизованная мирная жизнь. Помните. Не забывайте об этом, что называется повторять себе перед сном. Что есть некая естественная среда, в которой мы и должны уметь жить. Есть так, как надо. И то, что все это поломалось, оно создает большой соблазн сказать, вот она настоящая ты жизнь, а до этого у нас были просто какие-то, мы жили в мире иллюзий. Ничего подобного. Надо отличать нормальное от ненормального, потому что тогда нормальное имеет шанс восстановиться и как-то вернуться. Так вот, еще раз повторю, открытость, международный обмен, общение внутри того, что называется Republic of Letters, вот эта вот бессмертная республика слов, в которой живут люди, пишущие и читающие, люди умственного труда, вот это нормально. Национальные науки – это ненормально. Изоляция – это болезнь. Вот это вот, что называется, полезно помнить. Выступать с публичными декларациями, как расчленить Россию, я, естественно, не буду, меня никто и не просит. А представление о том, что всякого пересекшего границу русского тут же заставляют как-то публично сжечь конституцию, и портрет президента нет, не соответствует действительности. Ну вот смотрите, я процитирую еще Бориса Акунина, он недавно опубликовал пост переводчика, с которым он давно знаком, Наталья Мавлевича, она написала, я процитирую, очень такой русский текст, просто хотел спросить, согласны ли вы с этим мнением или нет. Я обитатель здешнего ада, часть его флоры или фауны, как посмотреть, и мое место здесь. Чем дальше, тем больше утверждаюсь в этом. Не исключаю, что придется это место покинуть, но не по доброй воле и с твердым знанием, что покидаю свое место на земле. Но я здесь, только здесь нужна. И сейчас, надеюсь, в будущем каким бы оно ни было. Причем Акунин попросил поддержать Мавлевич морально. Да, у него, в общем, действительно очень важная, помогающая инициатива. Давайте тоже сейчас об этом скажем. Да, пост важный, правда, да. Он написан действительно вот с той... Кровью и сердцем. ...русской болью и с тем проклятым выбором, о котором мы уже с вами сказали. Вы согласны вот с этим текстом, с этой цитатой? Я очень рада видеть каждое свидетельство того, что есть живые люди, делающие полезное, которые, несмотря ни на что, остаются в России. А я грешным делом даже некоторую заявку к ним и сплету и думаю, могут себе позволить, а дома живут. То есть это привилегия быть в России сегодня? Я боюсь, что это в некоторой степени привилегия. Для людей многих категорий это привилегия. Многие не могут себе этого позволить. Вот как раз к вопросу о Илье Яшине и ваше поздравление ему. Да, я написала еще одно. Мне пришло через ПСИН письмо. Гениальный сервис, вообще работает как часы. Хочется, что у нас хорошо работает. Так вот, пришло мне что доставлено. Это уже, так сказать, хорошее новость, делюсь с вами ею, потому что там перемещают вечно всех, не поймешь точно, где человек есть. Значит, вот доставлено. Ответы еще я не получила, но вот как получу, что называется, расскажу. Да, я посмотрела его у Дудя как раз в начале моего пребывания тут. Это уже довольно давно было. Кажется, летом или даже в мае. В мае. Залюбовалась на это, на все и подумала, вот у кого детей-то нету, могут себе позволить такие штуки. Конечно, подумала я. Хорошо им. Да. У Навального есть дети? Есть. Он там же. А они не там же. И слава богу. Но вы пишете в этом, да, поздравлении о, если я правильно цитирую на память, о черной зависти. Ну, понятно, что вы обыгрываете ситуацию, что, Илья, ты подумаешь, наверное, что легко писать из солнечного Берлина в серое сизов капотне. Но, тем не менее, вы пишете о некой черной зависти и о триумфе судьбы. О человеке, который имеет, так сказать, смелость находиться на высоте своей судьбы. Да. Да, конечно. Что вы имеете в виду? Вы считаете, что действительно, вот, и опять же, это русская постановка вопроса, что вершина судьбы – это в данном случае присесть, ну, фактически добровольно, потому что и Навальный, и Яшин знали, что этим все закончится. И, в общем, они пошли в СИЗО сознательно. Со открытыми глазами, да. Да, со открытыми глазами. Это триумф судьбы такой, как вы считаете? А вы знаете, почему же вершина-то еще дальше будет? Сколько всего интересного? Это всего лишь эпизод. Но, вы знаете, опять же, я думаю, что многие убедились за последнее время, что сознание собственной правоты помогает переносить почти любые условия. Опять же, до определенного предела. Все мы люди заключены в физическом теле страдающем. Да, все читали колымские рассказы. Да, 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 всему есть предел. Но все же, если не довозить человека до крайности, то, если он чувствует себя правым, то ему легче. Если его угрызают сомнения, то в любых условиях он может довести себя до умопомрачения, суицида и тяжелых форм алкоголизма. Это тоже все правда. Их выбор, он правильный для вас? Ну, раз вы так обращаетесь к мне. Он неправильный для меня, потому что я сделала не его, как вы могли заметить. Я имею в виду для вас, в смысле, оценки их выбора. Я понимаю их резоны, очень даже понимаю. Я не политический актор ни в какой форме. Я, так сказать, мирный... Просто зависть тогда откуда, черная зависть? Ну, вот как-то хорошо быть молодым. Просто лучше не бывает. Или это речь про сомнения? Хорошо быть молодым. Хорошо быть молодым и перспективным политическим актором. Хорошо иметь много смелости. Хорошо действительно мочь себе позволить такие вещи. Он об этом, собственно, удутя говорит, что вот у меня никого нет. Чего, собственно говоря. Почему бы и не следовать полностью своим убеждениям? А понимаете, в чем дело? Вот эти вот все семейные обязанности, они же... Дело не только в том, что там им будет плохо, хотя об этом тоже думаешь. Дело в том, что это бесконечный источник сомнений. Как правильно, что неправильно, что приоритизировать, кого ставить, так сказать, в углову угла. Делать так, как мне подсказывает одна часть моей души, или так, как подсказывает другая. Или подумать о других, да, враге человеку домашнее его, как в Евангелии сказано. Это все тоже очень понятно. Конечно, это выборы больше, еще раз повторю, для акторов, а не для аналитиков, не для наблюдателей. А мы, люди академической среды, в общем, говоря публично то, что мы считали правильным, шли на свои риски. До определенного предела наши риски не так высоки, это тоже правда. Не так высоки, как у людей, которые занимаются непосредственным политическим действием, но свою цену мы платим. Невозможность преподавать в России, невозможность публично выступать в России даже. Невозможность там жить без отказа от своей профессиональной личности, потому что при всех шутках по поводу иноагентства, это ведь запрет на профессию почти абсолютный. А с 1 декабря, с выхода новой вступления в действие новой версии закона, он будет абсолютным. И намек на эмиграцию тем, кто еще не уехал. Ну, намеков-то, как сказать, а то все намеками-намеками, в известном анекдоте, это уже никакие не намеки. Но даже судя по сугубо букве закона, это чудовищное совершенно ограничение в правах. Именно в правах на... в праве на труд, в праве на профессиональную реализацию. Но нам и перемещаться по миру легче, чем представителям многих других профессий. Тут тоже надо, что называется, привилегии свои. Осознавать, мы всегда члены некого международного сообщества, у нас всегда есть коллеги, так сказать, родственные, дружественные институции. Мы принадлежим вот к этому кругу действительно, поэтому нам легче, чем многим. Это тоже правда. Вы же, скорее всего, я предполагаю, обдумываете историю с вот этой последней волной эмиграции. Конечно, стараюсь. Ее сложно не обдумывать, она настолько значима. Можно ее сравнить с предыдущей большой волной эмиграции, начала прошлого? Ох ты, батюшки, давно дело было, дайте припомню. Смотрите, меня в свое время поразило утверждение, прочитанное мной в одном из исторических источников, что волна эмиграции из России периода 1905-1907-1909 года была числена выше, чем люди, которые уехали после 1917 года. То есть люди, которые уезжали после погромов и первой русской революции, вообще, когда появилась такая возможность, их было больше. Но они не писали романов, стихов и мемуаров, они не были генералы, интеллектуалы и поэты. Они на родине-то по-русски говорили не всегда, а в Америку в основном они уехали. Там и вовсе ассимилировались, так сказать, построили американскую финансовую систему. Голливуд, организованную преступность, много всего такого, за что мы, так сказать, любим Соединенные Штаты. Это вот были они. Но от них не осталось такого следа в исторической памяти, как о некой общности, как от эмиграции после 1917 года. Потому что надо понимать, что после 1917 года, при всей ужасности происходящей, в основном это эмиграционный поток. Был из деревни в город, а от них не из России, а за границу. Просто эти люди были заметны, а от них остался культурный след. А можно ли сравнивать нынешнюю эмиграцию с тою? Она, конечно, культурного следа-то от себя, после себя и при себе оставляет предостаточно. Все люди пишущие, говорящие, рефлексирующие. Поэтому тут, конечно, много. С этой точки зрения сравнимо. Да, с этой точки зрения вполне сравнимо. С точки зрения количественной, не готова сейчас об этом говорить, у нас с количественной оценкой событий нашего времени такие трудности, как будто мы пытаемся анализировать какую-то Осиро-Вавилонскую войну. Сколько въехало, сколько выехало, в какую сторону. Так приблизительно, судим, настолько на ощупь. Просто удивительно, что в нашу цифровую эпоху, казалось бы, всеобщей прозрачности настолько нет данных. У нас есть цифры только пересечения границ. Это даже не люди, это случаи пересечения. То есть вот недавно президент Грузии сказал, что 700 тысяч въехало, 600 выехало, вот 100 осталось. Ну вот хорошо, уже к концу 2022 года мы имеем приблизительное представление о том, что 100 тысяч граждан России, наверное, осело в Грузии. Это только в Грузии. А еще у нас есть Армения, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, ну и, соответственно, остальные страны Европейского Союза. То есть, конечно, каждый называет ту цифру, которая ему последней попалась или больше нравится. Это все довольно поразительно. Тем более, что несмотря на все ужесточение пропускных режимов, все равно переезды эти носят несколько маятниковый характер. Многие смеялись над айтишниками, СММщиками, которые срочно уехали в марте, а потом вернулись к началу учебного года. А потом с того уехали? Совершенно верно. А потом начался учебный год. Принес свои сюрпризы, как это новые знания, новые печали. И многие люди уехали так же. То есть люди ездят туда-сюда, и действительно очень мало кто выписывается с места постоянной регистрации, чтобы его федеральная миграционная служба могла оценить как отъехавшего уже по-настоящему. Но, собственно, вопрос ваш не об этом. Вопрос ваш о том, как изучать эту волну иммиграции и что она собой представляет. Как хотя бы первый подход к снаряду сделать. Очень рано, очень рано. Вот я, собственно, начала вам жаловаться на то, что даже количественные прикидки затруднительны, сложнее, чем может показаться. Росстат все чуднее и чуднее печатает свои отчеты, все в более затруднительной для анализа форме их публикует. На это многие жалуются, братья наши, демографы и статистики. Еще одна есть у нас такая дополнительная беда, которая, когда она произошла, никого не взволновала, это уже было не до того, а потом стала иметь последствия. У нас очень плохо прошла последняя перепись. Перепись 2021 года была крайне неудачной. Она была какая-то в гибридном формате проходила, то онлайн, то обходами. Обходы были трудны, потому что был еще ковид и пандемические ограничения. Из этого следует, что мы вообще не очень знаем, сколько у нас в стране живет народу в Российской Федерации. Есть мнение, осторожно скажу, что вот наша вечная цифра 142 миллиона, к которой мы так привыкли, она может быть не совсем справедлива. Что у нас, например, в Кавказских республиках очень странная статистика. Вообще, в принципе, у главы регионов есть резон завышать количество людей, потому что на этом основании рассчитываются все бюджетные параметры, все трансферты, все нормы, сколько им положено, жилья, больниц, школ, детских садов и так далее. Поэтому им надо бы показывать, что народу у них побольше. А может быть, их совсем не так побольше. Кстати, нормы иммобилизации тоже опирались наверняка на это, потому что на что еще им опираться? Сколько, так сказать, мужиков дать с гектара? А сколько там вообще живет народу? Поэтому мы, как любимый ген Секандропов говорил, не знаем общество, в котором живем. С трудом ориентируемся. Вот если спросить вас про не политику сейчас, а культуру, но как на фоне тоже разговора про институции, за сохранение которых, вы лично выступали много раз. За построение. За построение, за сохранение, что вот время работает на нас. Но вот театр, сегодняшняя театральная история в России. Когда Бородин из РАМТа звонит Акунину и говорит, ну вот вашего имени нет в афише, но спектакль есть. Тот говорит, пусть идет, но и без имени. Такая же ситуация в МХТ с Хабенским. Спектакль идет, но имени режиссера Крымова нет. Просто написано режиссер. А да, режиссер-режиссер, даже я это видела. Режиссер-режиссер. Режиссер-режиссерович. Понятно, чем они оправдывают эту ситуацию. Ну, наверное, внутренне можно предположить, но без имен, но спектакль-то есть. Вот как вам кажется, вообще нужно вот это оправдывать тем, что спектакль есть? Или, может быть, к черту послать и спектакль отменить? То есть Антон хочет сказать, как долго мы с чем будем идти на компромиссы и где конец вот этого всего? Да, и нужно ли писать режиссер-режиссер ради того, чтобы шел спектакль? Вы знаете, это как раз в политологии довольно известная дилемма. Это дилемма коллективного действия. Вот если помните, в самом начале всей этой беды было письмо 600 ректоров, которые поддержали СВО. Садовничий, по-моему, был во главе списка. Да, и, в общем, практически все ректоры государственных вузов России, наверное, все там оказались. Если кого-то не было, то это отдельно интересно. Так вот, дилемма, если отойти от нравственного ее содержания и, собственно, рассматривать ее сугубо с политологической точки зрения, дилемма состоит в следующем. Каждый из них по отдельности имеет больше мотивов подписать, чем не подписать, потому что не подписав, он ничем не ослабит эффект от этого письма, будет не 600, а 599 подписи. А свою институцию он погубит с высокой степенью вероятности, своей должности лишится, и на его место пришлют кого-то, кто будет наводить порядок уже другими методами. Но если бы они все, или хотя бы какое-то значимое большинство, сказали бы, мы не подпишем, то вся эта акция публичная провалилась бы, развалилась бы на части. И, возможно, дальнейшая цепочка трагических событий пошла бы не туда, потому что коллективное организованное сопротивление значимой социальной страты меняет процесс принятия и имплементации решений. Прошу прощения за скучную политологическую терминологию. Это один из подвидов дилеммы заключенного, или еще точнее, дилемма заключенного один из подвидов общей проблемы коллективного действия. Еще иногда ее называют проблемой безбилетника, или в еще более общем виде проблемой общего блага. Каждому индивидуально выгоднее действовать эгоистически, не покупать билет, ехать без билета. Но если так будет поступать каждый, не будет системы общественного транспорта, и тогда пострадают все. Это, так сказать, на положительной стороне, относительно общественного блага, относительно общественного зла. Ситуация точно такая же. Каждому по отдельности выгоднее приспосабливаться, адаптироваться и соглашаться. Но тогда зло поражает всех. Сопротивление опасно, когда оно малочислено. Оно будет малочислено, пока оно выглядит опасным. Оно не будет многочисленным, пока каждый не поймет, что кто-то другой тоже собирается сопротивляться. Это, к сожалению, одна из таких базовых. Это вот наша политологическая такая теорема Ферма. Ее фиг докажешь. Нет никакого, нет решения. Однозначного или двузначного какого угодно решения, которая бы говорила, вот наилучшая стратегия. Да, наилучшая стратегия людям объединяться. Да, конечно. Коллективное действие выгоднее индивидуального спасения. Стратегия спасайся кто может в результате оказывается проигрышной и для каждого индивидуального спасшегося, и для той общности, к которой они принадлежат. Будь это профессиональная страта или политическая нация. В России сейчас спасайся кто может. В России спасайся кто может. И поразительно, с какой легкостью, что называется, русские расходятся. Причем дело не только там в либералах, интеллектуалах кем-то там, в ком-то населении Москвы и Петербурга. Например, богатые люди, капитаны производств, понимаете ли, пастыри миллионов. Тоже говорят, нет, нет, мы ни при чем, мы сдаем паспорт, мы вообще ничего этого не знаем, это к нам не имеет отношения. Расходятся, расходятся, расходятся. Все как будто немножко жили понарошку, как будто не всерьез, не на самом деле. А когда свернули лавочку, то это, ну вот так все и разошлись. Это, конечно, тоже иллюзия и некоторое публицистическое законтращивание. Вся страна не может сняться и уехать. Как вы понимаете, подавляющее большинство всех людей, любых профессий, никуда совершенно не едет, а живет дома и пытается как-то продолжать свое существование. Насколько это возможно, это очень тяжело. Вот спираль молчания, о которой мы так долго рассказывали, теперь раскрутилось уже ее, так сказать, жерло размером с неба. То есть все молчат, потому что есть иллюзия большинства. И каждый присоединяется к этому большинству, чтобы не быть изгоем, потому что быть изгоем стал не просто психологически дискомфортным, а уже просто физически опасно. Опасно. Опасно физически, совершенно верно. Поэтому объем этого молчания и его структуру, что там у людей на самом деле, мы даже приблизительно не можем оценить. Пытаемся разными социологическими методами. Слона нашего как-то там сложно нащупать. Очень большой соблазн здесь все это упростить, сказать, либо нет никакого слона, либо это не слон, а неведомо зверушка. Но наиболее честно, конечно, с интеллектуальной точки зрения, будет признать, что мы знаем, что мы мало что знаем. А вот тот факт о том, что наши сограждане встали, вышли, выехали. Выехали один раз, когда началось все. Выехали второй раз, когда объявили мобилизацию. При этом не закрывали границы. То есть людей отпускали. Что это говорит о политическом строе России? Это очень красноречивый факт. Это говорит о том, что политический режим остался собою. Один из главных сейчас вопросов в сообществе предполагов это вопрос о режимной трансформации. Происходит, не происходит. Происходит ли тоталитарный поворот или нет. Есть ряд признаков, в которых мы можем видеть режимную трансформацию. И в частности, если бы границы были закрыты, и от, так сказать, выдавливания людей за пределы России перешли бы, наоборот, к ломле людей, это был бы один из таких серьезных знаков. Этого не происходит. Знаков чего? Того, что политическая система стала другой. А что она действительно трансформируется в тоталитарную сторону. Понимаете, поскольку все воспринимают вот эту вот линейку демократическую, авторитарную, тоталитарную как хорошее, плохое и совсем плохое, то каждая плохая новость, когда кто-то кого-то там, опять же, прости господи, убил кувалдой, она дает повод для вопросов, ну вот теперь-то уж это, наверное, тоталитарная трансформация. И когда бездушные политологи говорят, вы знаете, дело не в этом, дело не в том, кто кого убил, дело даже не в массовости. Политические режимы имеют свое устройство. Вопрос в том, как они принимают и имплементируют решения. Какие, так сказать, какие основные механизмы для этого им свойственны. Так вот, трансформация по тоталитарному сценарию предполагала бы всеобщую мобилизацию во всех смыслах. И взгляд на людей, как на ресурс, который нельзя разбазаривать. Тоталитарные системы никого стараются не выпускать, им нужны люди, они их перерабатывают на древесину, на валюту, на мыло, на что-нибудь. Люди им надобны. А авторитаризму, особенно ресурсно организованному с экономической точки зрения, то есть стоящему на экстракции продажи ресурсов, люди мешают только. И вот даже когда, казалось бы, ну вот мобилизация частичная, вот теперь-то люди нужны, и тут не были закрыты границы. И военное положение объявили, и все равно выезд свободный. Это какое-то поразительное совершенно военное положение. Опять же, не то, что я кого-то за это осуждаю, но я это рассматриваю как вот знак того, что пока, что называется, бедная наша политическая система скрипит, но едет и пытается продолжать функционировать, оставаясь собой, скажем так. Поэтому в языке, в политическом возникает слово нерабочие дни вместо локдауна, частичность, потому что вроде как это жесткая мера, локдаун или мобилизация, но мобилизация частичная, вместо локдауна нерабочие дни. Операция специальная, да, и дни нерабочие. Это, как вам кажется, язык отражает или нет? И даже не военное положение, а режим повышенной готовности. Да. Все как-то лакируется и маскируется. Смотрите, насчет языка, публичного языка, это вам надо с Александрой Архиповой разговаривать, она прямо выдающийся человек в этой области исследований. У нее много сейчас и выступлений, и публикаций именно о том, что такое вот этот... Она против того, чтобы это называли изоповым языком, она говорит, что изопов язык – это язык слабых для того, чтобы защититься от власти, а есть вот этот новояз, который употребляется властью для того, чтобы конструировать реальность по-своему. Я вижу в этом по-прежнему, так сказать, остатки нашей, такой уже немножко в лохмоте обратившейся, но все еще висящей, так сказать, на нас гибридности, все-таки попытки сделать вид, что более-менее у нас все нормально, более-менее жизнь продолжается, как она была. Это поразительно, конечно, наблюдать систему на переломе. А потому что она не может по-другому. Потому что она 20 лет продавала стабильность. Стабильность и демобилизацию. Стабильность и политическое бездействие. Стабильность и добровольный отказ от политических прав в обмен на какую-то условную неприцательность частной жизни. На выживание, как говорят. Она машина власти наша, она же политическая система. Не молоденькая уже, она такая и старенькая довольно. Ей трудно, даже в той революционной ситуации, в которую она сама себя загнала, ей трудно преобразиться. Поэтому она пытается новое вино в старые, так сказать, бурдюки наливать, как это называется, и пытается продолжать быть собою. Особенно, конечно, это забавно и на риторическом уровне, и на кадровом. Ведь у нас, смотрите, что происходит. Порвались в прошлом. 20 лет предыдущего развития вообще выкинули в окошко. Все теперь по-новому. Новая земля и новые небеса. Никогда жизнь не будет прежней. Про это тоже объявляется. Одновременно с этим говорится по святым правилам Double Bind двойного сообщения. Говорится, что да нет, это вот в Европе все замерзли из голода, умерли, а у нас вообще все как было так и осталось. Мы отлично живем. Так вот, вот эти вот все революционные преобразования осуществляются руками тех же людей, которые были правящим классом 20 лет. Не появилось никаких новых людей. Поэтому за любым условно новым именем так сильно наблюдают, хотя ни Пригожин, ни Кадыров, эти звезды нового политического момента не являются новыми людьми никак. Ни в каком смысле. Они все уже очень давно на арене на этой выступают. Они приобретают новые функции, некую новую видимость, значимость. Но они не новые люди, а новых вообще никого нет. Это очень интересно. Появятся ли они? Если появится, то кто это будет? Революция, как говорится, это 100 тысяч новых вакансий. Появились ли 100 тысяч новых вакансий? А сколько долго можно эту нормальность, как бы игру в стабильность продолжать имитировать? Не знаю. Никаких сроков вам не назову. Некоторое время можно. Инерция велика, потому что велик вес машины. Она тяжелая, большая. Вот это вот наша бюрократическая, политическая система. Она велика и состоит из многих людей. Поэтому какое-то время, неопределенно выражусь, это все может еще скрипеть и ехать, продолжать ехать. Как скоро она надорвется, люди, принадлежащие к школе экономического детерминизма, скажут, что надорвется, когда денег станет меньше. Люди, больше смотрящие на политические процессы, говорят, что когда административный аппарат не сможет выполнять свои обязанности, вот тогда будет больше нельзя. Или когда начнутся народные протесты, или сочетание, что гораздо чаще бывает, этих двух факторов, которые подпитывают друг друга, сознание административной слабости и протест. Но оставаться так, как сейчас, я не имею в виду, конечно, Украину, я имею в виду внутреннюю политику, вы считаете, долго не будет. Ну, все, что мы знаем о текущем моменте, это то, что он непрерывно меняется. Это скорее говорит о том, что это состояние неустойчивого равновесия, чем устойчивого. Это вообще не состояние равновесия. Это состояние непрерывной трансформации, чье направление мы не так хорошо, на самом деле, понимаем и видим. Мы видим попытки системы выжить. И, надо сказать, небезуспешные. Вот, например, мне кажется, что тот способ, которым решили администрировать это частичное военное положение по образцу ковидных администрирований, говорит о том, что система, может быть, инстинктивно опирается на самые здоровые свои части, на гражданскую бюрократию, на региональную гражданскую бюрократию, на финансо-экономические власти, те, кто, собственно, служат ей наилучшим образом все последние месяцы, в отличие от тех ее частей, которыми она больше всего гордилась, и с ними себя ассоциировала армия, разведка и даже пропаганда, которые проявили себя, в общем, достаточно дисфункционально. Это, кстати, тоже интересно. Один из парадоксов для будущего исследователя, для того, кто напишет книгу обо всем этом российском коллапсе, вот то, чем больше всего гордились, во что больше всего вкладывались, оказалось во многом иллюзией. А те, кого считали потенциальной пятой колонной и либеральными предателями, они-то как-то и удерживают страну. К добру или к худу, да, есть много свидетелей секты, чем хуже, тем лучше, тогда они должны сказать, что Набиулина, а не Суровикин. Вот истинная опора режима. Набиулина, а не Суровикин, отлично. И поэтому эти люди должны и могут, как вы считаете, оставаться в России, и у них есть какой-то шанс что-то еще построить, тех, кто остается, имеет смысл? Ну а как? Страна сквозь землю не провалится? Подождите, а вы сказали про коллапс России, что вы имели в виду? Прежняя Российская Федерация, которую мы знали и любили, ну, видимо, доживает. Даже чисто юридически уже, в общем, пережила самую себя. Теперь это государство с нелегитимной и частично несуществующей государственной границей, с территорией, которая не признана больше никем в мире и не контролируется ее самой фактически. Это новое состояние. Такого не было. Это уже другая какая-то, другая политическая единица. Дальше будет больше. А что будет дальше? Тот способ управления, который был привычен 20 лет, станет все менее и менее адекватен тем задачам, которые он сам перед собой ставит. Проще сформулировать, что такое административный коллапс. Это отдавать приказы, которые не выполняются. Пока мы еще не там. Пока мы еще не там, хотя вот как прошла мобилизация, ее интересно с административной точки зрения анализировать, не с военной, в этом я ничего не понимаю, и не с моральной, это не мое дело, а как административную задачу. То есть насколько, что называется, получилось. Оценка эта, конечно, очень затруднена тем, что мы не знаем ни первоначального задания, ни того, насколько оно было выполнено. Вот какие-то депутаты проговариваются время от времени насчет того, что Москва выполнила свое минимальное задание только наполовину. А так-то нам же никто ничего не говорит. Есть какая-то цифра в 300 тысяч, но кто ее видал? Сегодня сказали 300, завтра скажут 30. А сколько на самом деле призвали? Вот был расчет медиазоны по количеству заключенных браков в ЗАГСах. Они смотрели на вот этот взлет числа регистрации и связывали это с тем, что люди мобилизованные, срочно у них есть право в день обращения заключить брак, что это они все побежали срочно жениться из понятных соображений. У них получилось, что около 500 тысяч призвано по их расчету. Есть расчеты, которые говорят, что наоборот призвано меньше, что не было 300 тысяч, что объявили об окончании мобилизации и о выполнении заданий именно для того, чтобы быстро свернуть ту процедуру, которая стала уже неподъемно, невыносима для самой системы. Она не справлялась, а нужно было переключаться на осенний призыв. Конечно, мы это узнаем. Заднее число мы посчитаем. Как заднее число мы узнали о сверхвысокой избыточной смертности 2020 года и 2021 года. Как мы узнаем про погибших в 2022 году, мы это все будем знать. Но не сейчас, через некоторое время. Я понимаю, что все хотят ответов прямо сегодня и прогнозов прямо на завтра, но это не то, чем наука занимается. Кать, а трансформация, вот о которой мы говорим, режимной, она все-таки, по вашему мнению, может пойти скорее в Россию в сторону либеральную, все еще, если можно на это надеяться, или все-таки в диктатуру? Ну, вообще, что называется, статистически неудалые персоналистские автократии часто становятся жертвой переворота внутриэлитного военного или переворота спецслужб или просто заговора со стороны элит. Тогда это иногда потом приводит к демократической трансформации, иногда это приводит просто к тому, что один персоналистский автократ сменяется другим персоналистским автократом. На эту тему сейчас идет очень интересная научная дискуссия, в том числе публичная. Была статья Даниэла Тризмана в Foreign Policy, она предрекала Россию, ну это же предрекала, но говорила о существующей вероятности режимного коллапса по образцу Советского Союза. То есть не заговор, а вот такая режимная дисфункциональность, которая приводит к тому, что просто вот эта машина распадается и все. Григорий Голосов написал ответную статью, которая говорит, что с его точки зрения выше вероятность переворота, чем режимного коллапса. То есть он видит систему как более устойчивую, но отягощенную, так сказать, персональными ошибками, которые можно повесить на эту самую персональю, избавиться от нее и дальше, так сказать, шагать в будущее с уже легким сердцем. То есть видите, это все и тот, и другой очень серьезные политологи и приводят существенные, валидные аргументы. Это все надо читать, надо об этом думать. Мы говорим об очень непростых вещах, мы говорим о больших системах, в которых участвуют миллионы людей, поэтому говорить, что да что, тут все ясно, может только человек очень поверхностный. В этой связи вспоминается фамилия товарища Пригожина и феномен частных военных компаний, когда вы говорите о трансформации режима, о возможности переворота. Вот тот взлет его в последнее время и вот это вот какое-то очень странное и необъяснимое развитие частных военных компаний. Собственно, это же появление человека, у которого есть военная сила. Это как можно вообще в принципе трактовать вот с точки зрения происходящего? При этом закона ЧАВК до сих пор нет. Можно напомнить. Все это абсолютно незаконно. Более того, есть две статьи Уголовного кодекса, которые это описывают. Это статья наемничества и статья организации незаконного вооруженного фронирования. В одном случае от 10 лет, в другом от 12. Это нижний предел. Все это знают. На самом-то деле, никто, я думаю, никаких иллюзий не питает. А что касается частных военных компаний, они существуют во многих странах, но они там легализованы, во-первых. Они действуют по закону и, естественно, никто никогда не допускает, чтобы они действовали на твоей собственной территории или хоть сколько-нибудь вблизи твоих границ. В нашем с вами случае мы имеем дело, конечно, просто с частной армией, которая действует вне правового поля. Не в смысле, что вот я хочу тут пальцем кого-то погрозить, какие они незаконные люди. А дело в том, что, поскольку это никак не описывается законодательно, все люди, которые в этом участвуют, понимают, что у них нет и не может быть никакой лояльности по отношению к Российской Федерации. Для Российской Федерации они просто уголовники. И те, кто вывезен незаконно из мест лишения свободы, и те, кто какой-то там контракт подписал, это все незаконно. Поэтому единственный, кто стоит между ними и наказанием, это их наниматель. Они лояльны только ему. И то, о чем вы говорите, это наиболее известная частная военная компания, потому что ее владелец ужасно любит красоваться на публике. Поэтому говорить о нем надо с осторожностью, чтобы не поучаствовать в его же собственной пиар-компании. Но есть и другие. И это все, конечно, большая беда с точки зрения, как мы тут с вами рассуждаем, режимной трансформации, потому что, ну, это действительно признаки распада государственной монополии на легальное насилие, это базовый признак государства. Вот граница, валюта, информационное культурное пространство, монополий на легальное насилие, правовая рамка. Вот это государство. Если у вас начинают из этого цветика, так сказать, пятицветика какие-то лепесточки улетать, ну, значит, вы уже как-то не справляетесь со своим базовым функционалом. Никакое государство, неважно, демократическое, оно авторитарное или тоталитарное, которое хочет сохраниться и в котором есть здоровый инстинкт выживания, оно не будет никогда позволять таких вещей, потому что монополий на легальное насилие это вот самое главное, это твоя вот дубинка, ты за нее держишься, чтобы ты был единственный, кто мог лишать людей свободы, имущества, и если у тебя есть смертная казнь, то и жизни. Когда это ломается, можно, конечно, сказать, что это от того, что мы такие сильные, свирепые, и никто нам не указан. На самом деле, это от того, что мы, как государство российское, не можем эту дубинку в руках у себя удержать. И нам в какой-то момент сдуру показалось, что вот эти вот лихие ребята выполнят эффективнее наши задачи, ужасно важные, чем, так сказать, регулярные подразделения. Но это, опять же, с точки зрения не демократизма, не либерализма, не гуманизма, а простого государственного самосохранения, вот это абсолютно суицидальные вещи. Может быть, может быть, государственным людям кажется, что они быстро потом эту всю вольницу приструнят, что они с этим справятся. По образцу того, как в 14-15 году удалось этих всех героев Донбасса контейнировать разными способами, в основном одним способом, в общем, довольно легко. Никто из них не стал никакой там российской политической фигурой, никто из них не стал особенно популярен, никто из них не приобрел какого-то влияния хоть на что бы то ни было. А мы, кстати, видим, как эта политика продолжает Российской Федерации преследоваться. Это как раз, ну как, нехорошо говорить правильно, в этом нет ничего правильного, но это понятно, это рационально, но поощрение частных армий на своей территории это иррационально, и самоубийственно. Говорит ли это о сломе системы? Пока нет. Пока нет. Если мы видим слом, мы увидим много неопрятного, скажем так. Но это еще не слом, но это путь туда. Понимаете, все эти, так сказать, учебники политологии написаны кровью народов. Поэтому, когда говорится, что вот есть монополия, если она у вас есть, то молодец. Если вы ее теряете, то следующая ваша станция это вот это самое фейлд стейт, знаменитое распавшееся, неудачное государство. Понимаете, фейлд стейт это не плохое государство, не жестокое государство, не репрессивное, не бедное, это неудавшееся, вот то, которое не получилось. Кстати говоря, этот термин стал выходить из употребления как слишком грубый, и теперь это называется в политологической литературе фрэджайл стейт, хрупкое государство. Хрупкое такое государство, косточки у него тоненькие, кожица у него нежная, только тронь, оно и поломается. Хрупкое государство чем чревато для жизни, давайте надеем на него немножко спустимся, простых граждан? Тем, что оно их не защищает, не кормит, не оказывает им тех базовых услуг, на которые гражданин имеет право рассчитывать. Даже в минимальном, так сказать, либертарианском пакете государство граждан кое-что должно в обмен на налоги. Например, границу стеречь. Например, стараться, чтобы их не обстреливали из других стран, чтобы дети в школу могли ходить, чтобы люди могли жить у себя дома. Если на вас, так сказать, напала могучая внешняя сила, то да, вы можете оказаться в такой ситуации. Если вы сами себе такое устроили, то это, конечно, несколько более удивительно. Также граждане имеют право требовать от государства, чтобы оно следило за тем, чтобы дороги были проходимы, чтобы бандитские шайки по ним не бегали, чтобы люди, которые пошли, например, на военную службу, получали те деньги, которые им обещали, чтобы информация о них какая-то была, чтобы оформлено было это документационно. Они просто ушел, человек и пропал, неизвестно где. Он вроде как должен был контракт подписать, а потом оказалось, что никакого контракта он не подписывал, как сейчас. По многим сообщениям мы видим, меня как старого бюрократа все это все-таки продолжает поражать. Уж казалось, надо перестать удивляться, но у каждого свои, так сказать, чувствительные места. У меня вот эти, я как человек проведший некоторое количество лет на госслужбе, мне трудно на это все смотреть, потому что что-что, а функциональная бюрократия у нас все-таки была. И видеть вот эту вот всю беду, я долго не верила в этот набор людей по зонам, потому что я не могла понять, как они будут оформлять. То есть они же там находятся. Все думали, да-да-да. А куда они выбыли, куда они делись, а когда они все помрут, то это как будет оформлено? То есть у вас в колонии будет смертность 500 человек, за один год у вас умерло 500 человек. Вот как это? И когда ты видишь изумительный ответ «никак», то вот как ты стоишь перед ним, как некий буддистский философ перед этой пустотой, и вот даже не знаешь, как ее вместить в себя, как это называется по-английски, обернуть голову вокруг этого. Означает ли это, что то, о чем вы много лет говорили, мы уже упоминали институции, то, что время работает на нас, и во что мы все верили? Я говорила «время на стороне живых». Видите, как это сейчас звучит актуально. «Время на стороне живых», абсолютно. Означает ли это, что прогнозы даже для вас, человека, который привык, ну, видеть на шаг вперед, не сбылись, и все пошло по какому-то апокалиптическому сценарию, сметая все. Смотрите, я прогнозов старалась никогда не делать, и, боже мой, как я себе за это благодарна. Когда я говорила об институтах и об их важности, я говорила о том, как надо делать. И старалась, насколько могла, вносить в это свой вклад. Призывала граждан в наблюдателей записываться, в ОНК записываться, жертвовать общественным организациям. И это было правильно и приносило людям пользу. И воспитывала гражданскую культуру. Значит, представители этой самой гражданской культуры действительно во многом сейчас находятся за пределами Российской Федерации. Но, во-первых, не все, и даже, я думаю, не большинство. Во-вторых, будет окно возможностей, и они вернутся. Как это «гони природу в дверь», «гони гражданскую культуру в дверь», она напрыгает в окно. Поэтому это не вопрос прогнозов, это вопрос развлечения, так сказать, добра и зла. И тут моя позиция не только не изменилась, но не имеет никаких причин меняться, потому что хорошее оказалось хорошим, а плохое оказалось еще более плохим. Да, но власть пошла гулять по буфету так, что мало никому не показалось. Да, плохо, неправильно. Но вы считаете, что... Не тех надо было слушать. Вы считаете, что после того, как она пройдет и погуляет по буфету, еще будет возможность вернуться и окно возможностей какой-то появляется? Или у тех, кто сейчас в России это окно есть сейчас? Сейчас у них есть, так сказать, долг перед самими собой, который стоит в том, чтобы а выжить, б не озвереть. Если еще с продолжать какую-то осмысленную деятельность, то вообще можно себе вручить три звезды героя, потому что это уже выдающийся совершенно подвиг. Вот и все. Но, как вы понимаете, еще раз повторю, страна сквозь землю не провалится, всех людей не поубивают все-таки, вся Россия не разбежится. Все восстановимо. Любое социальное зло лечится социальными же инструментами, что от людей пришло, людьми и исправляется. Все это возможно. Но тут тоже, понимаете, вопрос времени довольно важен. Можно, конечно, капитально одичать довольно в массовом порядке, если такая вот ненормальная жизнь продолжается долго. Или если за острой фазой ненормальной жизни, когда массовое насилие, потом наступает долгий период такой деградации, бедности, отсутствие какого бы то ни было развития, но бедности и изоляция. Такая, знаете, такой несчастный наш XVI век. Ну вот со смутой многие все это дело сравнивали. Смута, поруха, есть еще такой малоприятный исторический термин. Ну и вот после этого такое медленное, долгое выправление до следующего рывка. Это все не очень приятно обо всем этом думать, но опять же интеллектуальный долг наш состоит в том, чтобы думать обо всем. И также, чтобы иметь в виду, что на самом-то деле пока еще, пока еще, скажем так, многое поправимо. Вообще в политике, в политическом процессе, ну и в социальном процессе в широком смысле, те вещи, которые кажутся в моменте невозможными, потом совершаются довольно легко. Когда я особенно сюда приехала, было в немецких экспертных кругах такая аксиома, что Россия не может проиграть. Россия проиграть не может, не может, а если значит проигрывать, то значит сбросить на всех атомную бомбу. Поэтому как же быть? И вот сидели над этой загадкой, вообще лучшие умы, не находили ответа. Как выясняется, отлично все могут проигрывать. Почему? На каком основании родилась эта великая аксиома? Большие державы проигрывают войны, ядерные державы проигрывают войны, отступают, договариваются, смертельные враги садятся за стол переговоров. Все эти, еще раз повторю, все эти невозможности сегодняшнего дня, это завтрашние банальности уже. Так что не надо тут тоже избыточно себя пугать. Я еще один пример про образование, не чуждая вам. Вот вышка. Ректор Анисимов едет в Луганск и подписывает соглашение о сотрудничестве, об экспертном обмене между вышкой и университетами ЛНР. Что в этой связи делать преподавателям? Вот театр выживает так, как выживает. Да, режиссер, режиссер. Опять же, мы не знаем, правильное ли это решение, или нужно все отменять и уезжать. Ну вот образование. Тоже череда компромиссов, на которые ректоры соглашаются. Что в этой ситуации делать, например, преподавателям вышки, когда они видят, что их вуз заключает договор с ЛНР? В вышке с 2019 года начались чистки и идут с тех пор довольно так интенсивно. А оттуда по тем или иным причинам и уехали, и исчезли целые кафедры. Я не к тому клоню, что сгорел амбар, горе и хата, уже никого там не осталось. Остались, да. Смотрите, большие институции обладают собственной устойчивостью, опять же, к добру и к худу, и к хорошему, и к дурному. Они достаточно устойчивы. Поэтому принцип всех не перевешивайте, он там до поры, до времени действует. Очень трудно нащупать эту невидимую грань, за которой уже даже большие водоемы не способны к самоочищению. Но в принципе, большие водоемы способны к самоочищению. Поэтому я считаю, что если преподаватели не принуждают персонально вырезать себе зигу на лбу, то если он может хоть в какой-то форме продолжать добросовестно свою профессиональную деятельность, то есть приходить в аудиторию и рассказывать студентам хоть что-то похожее на науку, то он большой молодец, если он продолжает это делать. Мне кажется, что все-таки так. Говорить людям все бросайте и бегите, я не могу и не буду, не имею на это ни морального, никакого иного права. Отъезд это, скажем так, мы-то с вами вначале сказали, что жизнь дома это привилегия, но и отъезд это привилегия. И это тоже могут позволить себе не все. Не все могут позволить себе остаться, не все могут позволить себе уехать. Это тоже правда. Поэтому раздача советов это дурацкое совершенно и даже, я бы сказала, безнравственное занятие. Постарайтесь не умножать зла. Не доносите на студентов. Для начала так, да? Как это? Минимизация уровня людоедства в России. Когда-то я говорила, что нам нужна ФЦП, федеральная целевая программа по снижению уровня людоедства в России. Вот я все продолжаю думать, что это одна из самых важных вещей, которыми придется еще заниматься. Так, не ставь перед собой избыточно амбициозных целей, а вот потихонечку, потихонечку снижать. Так вот, людей не ешьте, если можете. Лучше совсем не ешьте. Как это? Если уж приходится, то не жу, не жу. Буплевывайте. Вот, как только появится такая возможность. Что еще? Хочется, чтобы сохранились какие-то несущие конструкции, на которые потом можно будет опираться. Когда я наблюдала много лет за нашим законотворческим процессом, то я смотрела именно на это, на несущие конструкции. Вот до того, как стали Конституцию в 20-м году переписывать, я всегда себе говорила, что все-таки стены крыши стоят, на полу намусорили черт чего, значит, туда понатащили, написали на стенах плохие слова, обои ободрали, люстру разбили, ну, заходишь, конечно, с души воротит. Но, в принципе, если отбросить эмоции, то вот это вот все, значит, ободрать, вымести, продезинфицировать, обои понаклеить, лампочку вертеть, нормально, нормально, стены стоят. Сейчас я уже не очень уверена в этом относительно именно нашего конституционного порядка. Это большой вопрос, придется ли новую Конституцию делать или старую править, как это, этих помыть или новых нарожать, как известно на анекдоте. Так вот, хочется, чтобы остались какие-то институции, на которые можно будет потом опереться, которые смогут потом продолжать каким-то образом функционировать. Поэтому то, что можно, так сказать, сохранить, припрятать, в огороде закопать, завернув в полиэтиленовый пакетик, храните, пригодится. Будем надеяться, что пригодится. Про надежду. Ощущение, что надеяться сейчас на государство невозможно, потому что ты не очень понимаешь, к чему тебя собственное государство ведет и к чему оно тебя готовит. Как вы считаете, на что можно человеку, который в России остался, надеяться? А вы знаете, тут нет разницы между человеком, который остался и который уехал. Я не знаю, утешит ли это кого-нибудь, но поверьте, никому не хорошо, никому не весело, горе хватает на всех, у всех свои, так сказать, сорта несчастья, уехавшие размышляют, правильно ли они уехали, оставшиеся, правильно ли они остались. А что касается того, на чем можно основывать свою, не хочу говорить надежду или оптимизм, но какое-то душевное равновесие, какую-то психическую сохранность, зависит от того, что вы за человек, какие побуждения вам ближе. Если вы тип рациональный, то, как я, например, то можете думать об устойчивости цивилизации, о все-таки неостановимой поступе прогресса, о том, что человечество идет все же в сторону большей гуманизации, более сложных социальных конструкций, большего разнообразия, а не обратно, на этом пути есть провалы, некоторые особо удачные народы вечно куда-то заходят в лес и в болото, но, так сказать, магистральная дорога человечества все равно идет все-таки именно в эту сторону. Также можно подумать о том, что народы не умирают, как у Бальзака, они либо порабощены, либо свободны, вот и все, говорит он в романе «Крестиане», как я сейчас помню. Народы не умирают, даже те народы, которые специально кто-то решил поубивать, они, как показывает история, все-таки не умирают. Страны, ну как страны, даже не государственное образование, но и этносы, и гражданские нации восстанавливаются после ужаснейших вещей. Более того, я вам должна сказать, что нет стран, в истории которых не было бы гражданской войны. Довольно редко кто, как это у Лермонтова, едва ли найдется хоть один тяжелой пыткой неизмятый до преждевременных добравшихся морщин без преступления или утраты. Без преступления и утраты никто не добрался ни до каких морщин, все стоят над ямой с костями и думают, как-то мы, значит, что это нас занесло куда, что это натворили, товарищи. Как надо с этим разбираться. На эту тему много книг написано, книгу Николая Эпле. Неудобное прошлое я уже всем рекомендовала. Почитайте, увидите, что много чего накуролесило наш брат наш, гомосапиенс, он мастер, такие штуки устраивать. Но потом он как-то одумывается в большинстве случаев, берется за ум и восстанавливает мирную жизнь. Это непросто, это небыстро, но это делается. Такого, чтобы вот прям все человечество впало в дикость и из нее никогда не вышло, мы пока, по крайней мере, не видали. Даже после падения Римской империи. Не прошло и ну, 700 лет. Как уже, глядишь, более-менее обустроились. Так что вот можно на это рассчитывать. Если говорить про вот эту разделенность жизни, как ее многие делят, до 24 февраля и после, какая у вас главная, ну, я не хочу сказать, это пафосно звучит, потеря, но может быть, жертва, утрата, изменения, вот эмоциональная, психологическая, о которой вы больше всего думаете и которая случилась после вот этой разделенности жизни до 24 и после 24. Про персональные вещи я говорить не буду. Это каждый тут может додумать за себя, что такое отъезд из тех мест, где ты родился, вырос, жил и где твоя вся родня проживает. Для меня, как для профессиональной, так сказать, личности, потеря преподавания, конечно. Отсутствие возможности прийти к студентам в аудиторию. Да. Вы скучаете по этому? Конечно. Это значительная часть меня. Это правда. У этого есть всякие, так сказать, заменители, опять же, публичные лекции. Я тут стараюсь ходить во все учебные заведения, куда меня зовут. Но это не русские студенты. Мне это обидно. А кто из писателей помогает вам? Вы же наверняка перечитывали, сейчас оказавшись здесь, вот справиться со всем этим накалом. Здесь первое время могла читать только уже читанное много раз. Причем даже читаешь и как-то не очень-не очень не видишь, что ты читаешь. А потом, когда чуть-чуть я оправилась, более-менее, то устала. Но все равно, все равно перечитываю какие-то знакомые вещи. Только, знаете, читала в детстве Монтейня по-русски, теперь читаю в английском переводе вроде как и знакомое. И при этом чего-то такое, чего-то новое. Старые друзья не изменяют это действительно помогает. Ну, в стрессе вообще-то новое непостижимое. Я долгое время даже по работе не могла читать, потому что смотришь книгу и видишь фигу буквально. Связанный текст невозможно понять. Это так удивительно, потому что это то, с чего я вся состою. Я только тема занята, что я перерабатываю информацию. Вот это мой основной метаболический процесс. А тут нет, непонятно. Три фразы прочитал, а четвертую забыл. Ужасно. Ужасно. Это все, это весь этот распад. Но хорошие новости лишу себе мыслью, это как-то немножко обратимо. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok